всем привет меня зовут серёга литовец и вы на канале мошенники звонят по телефону ставьте лайки и дизлайки подписывайтесь на наш канал пишите комментарии это помогает продвигать наш канал вверх а сегодня у нас горячий кавказский парень мага будет делать шпили-вили мошонком магомед добрый день меня зовут алексей алмаза звоню вам из компании west market limited как вы чтобы вы были заинтересованы программа инвестиций так как вы были заинтересованы наши программы инвестиций да что за программа поподробнее можно что за программа ну речь идёт о инвестициях в общем то есть вы слышали когда-нибудь об этом об этой серии а торговля на бирже я слышал инвестиции инвестиции биржи я слышал конечно сейчас говорят много конечно радио говорит об этом ну конечно например криптовалюты я надеюсь я уверен что вы слышали что-то о биткоине литкоине так-так-так крепкая крепкая криптовалюта но не идёт речь только о криптовалютах можно торговать нефть газ золото серебро так же самое как криптовалюты валютная пара например доллар евро понимаете конечно у вас когда-то был опыт в этом нет вот вы мне поподробнее вот какой опыт ну в общем у вас был опыт в этой сфере то есть когда-нибудь инвестировали уже нет нет я вас понял ну ничего страшного 70 процентов клиентов которые приходят нам на самом начале не имеют никакого опыта я понял лучше человека научить от нуля чем переучивать согласно да согласно но вы будни будете работать сам ни в коем случае вам будет помогать если вы вдруг будете с нами сотрудничать вам будет помогать наш биржевой эксперт это опытный человек который имеет 10 лет опыта биржевой эксперт у него 10 лет опыта 10 лет нет да то есть это опытные люди ровно 10 лет ну около 10 лет а около 10 но не больше 10 то есть ну есть сотрудники которые имеют больше 10 лет в зависимости от того какой вы клиент угу понял понимаете мы исходя от того какой клиент каждому предоставляем эксперт который подходит клиенту понимаете да ага да да конечно конечно скажите магомед а чем вы занимаетесь слышу вы на работе да на работе мы здесь ну-ка я являюсь строительным бизнесом да о отлично а сколько вам лет 42 уже свой строительный бизнес неплохо какой свой как понять что а что значит свой как свой свой ну то есть у вас уже своя фирма да нет а вы на кого-то работаете да угу а что делаете инженер инженер угу а что ваши обязанности входит ну как значит вы что не знаете как инженер ну конечно но есть инженеры например которые делают внутренний ремонт есть которые по сантехнике есть которые по электрике есть разные направления в этом ну разные это по-разному тут и сантехники есть и электрик тоже есть тут один дурачок есть потом И потом есть еще отделка тоже есть, я вас понял, а как давно работаете там на этой фирме? Давно, давно работаю, давно уже работаю, давно. И как вам, нравится вообще эта сфера, настройки, не устаете? Ну конечно, но это трудная сфера, постоянно настройки, спина, ноги, руки. Мастерам приходится иногда ругаться, иногда слушать мастера тоже. Он как-то, допустим, что там, эй, Магомед скажет, ты что, ты инженер, ты же должен знать там, где розетка. А я ему говорю, слушай, мастер, какая розетка здесь. Я вас понял. Ну, Магомед, ну хотелось бы уже в 42 свои работать самому на себя, правда? Правда, ничего кроме правды, ничего. А что хотели бы, хотели бы какой-то свой бизнес, возможно, открыть? Хотел, да, я хотел свой, да. Какой, в сфере строки или какой-то, может, думаете, сменить сферу? Сменить сферу. Сменить? Угу. А чем вы хотели заниматься? Не знаю, друг. Не знаю. Не знаю. Не знаю, чем. Ну, конечно, я вам могу предложить дополнительный заработок. Хорошо. Дополнительный, хорошо. Я вас мастеру тоже порекомендую. Мастеру порекомендую вас. Что еще раз? Я мастеру подойду, мастеру есть. Махтангу тоже порекомендую вас. Вашей организации. Ну, конечно, если вам понравится, я уверен, что вы порекомендуете, друзья. Я уверен, что вам понравится. Вахтанг мастер, он тоже, может быть, захочет, он вынес немножко заработать. Но он такой суровый, суровый, у него взгляд очень суровый. У Вахтанга. Отлично. Да. Отлично. Скажите, Магомед, а у вас семья есть? Вы с семьей живете? Я даже вижу, вон он ходит периодически, глаза его вижу. Иногда. Иногда вижу. Я вас понял. Магомед, скажите, а вы с семьей живете? Вахтанг не курит, не пьет, он такой, серьезный Вахтанг. Здесь живет, Вологда. Здесь живет, Вологда. В Вологда. Где-где-где-где, Вологда. В Вологда. Магомед, вы слышите меня? Конечно. Скажите, вы с семьей живете? Я Востанку сейчас слышал, привет вам передаю, если заинтересуется, он может тоже захочет. Ну конечно, это не проблема. Деньги тоже любит, он очень сильно. Но деньги всем нужны и нужно зарабатывать, вы согласны? Согласны, надо зарабатывать, зарабатывать надо. А сколько вы в месяц зарабатываете, Магомед? За коммерческая тайна. Ну, я не говорю вам точную сумму, среднюю. Больше 100 тысяч рублей. В месяц. Угу. Ну, неплохая зарплата, я вам скажу. Неплохая, да, неплохая. Но вы недовольны, хотели бы больше, да, зарабатывать? Я бы хотел как мастер зарабатывать. Как мастер Махтавга зарабатывать. Вот, ну, до мастера Махтавга, ну, как считая рака, как говорится, народное украинство впоследствии. А что, вам опыта не хватает или что? Не хватает, понимаете, не хватает опыта. Жизненного опыта не хватает. Нужен жизненный опыт. Характер, нужен, характер более такой, боевой. Вот у мастера Махтавга, характер боевой, так, ух, какие слищи. Ну, я слышу по голосу, у вас тоже боевой опыт. Нет, нет, я обычный. Я вообще не боевой, вообще, абсолютно. Я вас понял, я вас понял. Скажите, Магомед. Магомед, скажите, пожалуйста, на что будем с вами зарабатывать? Что еще раз, скажите? Как зарабатывать-то вы? Говорю, на что будем с вами зарабатывать? Ну, а на что вы хотите? Ну, я не знаю, на что надо зарабатывать. Ну, это на что вы хотите? Не знаю, может, айфон новый купить? Неплохая цель. А какой? 13-й? 12-й? 13-й. Прог. Ну, отлично, отлично. Отличная цель, Магомед. Но вначале, вначале, конечно, я вам не обещаю, что мы сразу заработаем. Махтанг сейчас услышал наш разговор, так посмотрел на меня. Ух, так грустно. Че ты, Магомед, скажешь, что... Я ему так, знаете, тоже махнул так. Вахтанг, ну подожди, Вахтанг, ну что ты? Сейчас немножко поговорим. Он просто ждет, у меня тут носилки стоят в цементах. Он ждет тогда... Я у вас много времени не займу. Я нормально все, друг. Я расскажу вам, на чем, как мы будем зарабатывать. Вот, 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 вот. Это вот очень интересно. Близик белый, как говорил Магомед. Так вот, заработок... Зарабатывать мы будем с вами так. То есть, к примеру, мы покупаем актив за одну цену и продаем за другую. И на этом зарабатываем. То есть, на разнице в цене, понимаете? Понимаю. У меня высшее техническое образование. Конечно, я понимаю. А какой университет закончили? Политехнический? Какой же еще? В Москве или какой? Конечно. Ну, конечно, в Москве, друг. Супер. Отлично. Ну, супер, да. Супер. Так и что вы с таким образованием еще до сих пор не повысили? Да куда высчит инженер? Куда еще высчит инженер? Ну как, если у вас уже такой опыт, вы 42 года, мужчина, работаете уже сколько на стройке инженером. Что, вас до мастера не повысили еще? Это хороший вопрос, кстати. Вопрос хороший. Или прорабом каким-нибудь. Вопрос хороший. Например. А вы, друг, что считаете, что мастер это высший, чем инженер? Я перепутал слово. Извините, я хотел сказать прорабом. Не мастером, а прорабом. А вы что, друг, считаете, что прораб это круче, чем инженер? Ну, мне кажется, у вас бы были уже свои подопечные. Вы считаете, что прораб это высший, чем инженер? Ну, если честно, они специализируют в постройке. Но мне казалось, что прораб немного выше, чем инженер. Не так? Не, не так ли. Я ошибаюсь. А кто выше инженера идет, следующий? Инженера, главный инженер. Главный инженер. А после главного инженера? Ну, кто там? Начальник? Ну, директор все там. Директор все там. То есть уже главные фирмы, да? Строительные уже дальше идут. Ну, хорошо. Тогда уже почему не думали над тем, чтобы открыть уже какую-то маленькую свою, и упускать там небольшую, но маленькую какую-то фирму по ремонтам внутренним, по внутренней отделке. Так а зачем, друг? Меня же все устраивает. Я уже привык, к Амлице привыкли. Почти. Ну, конечно, я понимаю, но все равно доход больше. Разве нет? Да куда мне доход? Меня нормально, меня устраивает доход. Я вас понял. Вот, конечно. Я вас понял. Вот, конечно, вы говорите по Вахтангу, конечно. Ну, Вахтанг, он мастер своего дела. Ну, я думаю, что вы тоже мастер своего дела. Ну, я не просто, я инженер своего дела. Ну, конечно, инженер своего дела. Инженер своего дела. Конечно, согласен. Я даже не согласен. Скажите, а у вас, вы говорили, что у вас цель заработать на iPhone на 13-й. А как уже, собираете на него? Конечно. Собираете, да? Угу. И как получилось, но он немаленьких денег стоит. Получилось уже что-нибудь отложить? Да, получилось. Хорошо. Расскажу вам о нашей сфере, как мы работаем. Да, да, да. То есть я вам с самого начала, я вам не обещаю золотые горы, но вы можете рассчитывать себе на гарантированный заработок от 17 до 30% от суммы заинвестированной. То есть у вас будет собственный счет, у вас собственный счет будет, собственный биржевой эксперт, с которым вы будете работать. Он будет с вами контактировать через WhatsApp. Контакты? Ну, я понял. Конечно. Мы, конечно же, работаем не бесплатно. И наш заработок зависит от вашего заработка. То есть, например... Например... Высшее техническое образование, я, конечно, я не знаю. То есть, например, если вы заработали за месяц 1000 евро, и хотите выплатить свой заработок на свой счет, мы берем комиссию 11%. То есть, вам на счет поступит 890 евро, мы берем комиссию 110 евро. Правильно, да? Так, хорошо. Что 890 вы имеете в виду? 890 чего евро? Объясняю еще раз. Например, вы зарабатываете за месяц 1000 евро. Вы сказали 890. Слушайте, я вам объясняю. Вы заработали, например, 1000 евро. Так. И захотите вывести свой заработок на свой счет, мы берем комиссию 11%. То есть, 110 евро. И вам на счет поступает 890 евро. Понимаете? Давайте, может, процентов 9 хотя бы. Многовато 11%. Ну, к сожалению, по регламенту компании хорошо работаем. Он и Вахтамк мне тоже кивает, говорит, 11% много. Договаривается на 9. Ну, к сожалению, не сможем договориться, потому что регламент компании есть. А регламент там можно поменять? Вот Вахтамк говорит, что торгуйся с ними, торгуйся, поменяется регламент. Вахтамк говорит. Ну как, например, вы приходите в банк, брать, к примеру, кредит, да? Ну, к примеру. Вам говорят процентную ставку какую-то 20%. А вы же не говорите, нет, это много, давайте меньше. А там как, это ли банк? Там серьезные люди там. Мы тоже, мы инвестиционный дом и работаем серьезно. Мы ищем клиентов на долгосрочную работу. Не, ну Вахтамк вот кивает, говорит, ладно, так уж и быть, соглашайся с ними. Я вижу, Вахтанга тоже заинтересовала это, да? Вахтанга интересует, он молчит. Он молчит почему-то. Ничего ли говорит Вахтанга. Ничего. Ну, он такой человек серьезный на самом деле. Он слова на вечер зря не кидает. У нас сегодня вот и сбул с Вахтангом тоже такой. Немножко разборка, диалог. Я вас понял. Производственные вопросы там, куда скрепичи лазить. Я вас понял. Для того конструкции клайк, крыша дома твоего. Я вас понял. Вахтанг вообще такой человек, он такой уровень, серьезный уровень. Это уровень уже такого, уже специалисты просили. То есть, ну, среднего, близко к высшему длину. Я вас понял. Я вас понял. Хорошо. Магомед. Вам на этом этапе все ясно было из того, как мы будем работать? Ясно, конечно. Ну что вы? Конечно, ясно. У меня же высшее техническое образование. Я вас понял. Скажите, пожалуйста, к нам еще приходят в компанию много клиентов, чтобы уладить свои дела кредитные. У вас есть кредиты? Конечно, а как же? Кредиты есть. А как же? Я вас понял. А на что брали кредит? На айфон на 12-й. Ага. Такой-то способ вы решили купить себе 12-й айфон. Да. Я вас понял, Магомед. Да. А сколько брали? За сколько? За сколько брали кого брали? За сколько? Айфон брали кого? Да. Да. Ну, вы сказали, кредит на айфон брали. Сколько вы в кредит взяли? 100 тысяч рублей. Угу. За 100 тысяч айфон купили, да? Угу. Купили, да. Я вас понял. Ну, а как у вас с жильем? Вы квартиру снимаете или у вас своя квартира уже? А зачем вам эта информация? Чтобы предоставить вам эксперта. Понимаете, что я вам говорил уже, что каждому клиенту у нас индивидуальный биржевой эксперт. Ну, конечно, говорили. А вот я что-то вот плохо понимаю. Ну, видимо, и в русский язык плохо. А что от того, что я скажу, своя квартира, не своя квартира, снимаю, не снимаю? Что это эксперту? Полегчает как-то вот это вот? Ну, исходя из вашего заработка. То есть сколько вы отдаете в месяц на жилье? Может, если вы снимаете... Какая разница? Ну, исходя из этой информации, мы уже будем предоставлять вам индивидуального эксперта, чтобы знать. А, вот так? То есть... А, интересно. Да. А я нисколько не отдаю. Понимаете? А я нисколько не отдаю. Вообще не отдаю. То есть у вас своя квартира, да? Нет, не своя. А как вы живете? То есть вам фирма предоставляет, как я понимаю? Фирма предоставляет. Ну, отлично. Да. Фирма. Ну, слушайте, на хорошую фирму вы работаете? Ну, хорошую, конечно. Хорошую фирму. Не в каждой фирме такие условия. Не в каждой, конечно. Не в каждой. Я вас понял. В Вахтангово своя квартира в Вахтангерске. Наверное. Я же не знаю, Вахтангерск. Но мне кажется, моя. Я вас понял. Скажите. Что у вас? Магнитосончик на заднем фоне. Можно потище очень громко? Магнитосончик играет на заднем фоне. Скажите, пожалуйста, Магомед, вас вот заинтересовало, что вас заинтересовало вообще в этой сфере? Заработать денег. Заработать денег. То есть дополнительный заработок, да? Заработать денег. Я вас понял. Смотрите, у нас в начале мы не можем позволить заинвестировать большую сумму. Потому что вы должны научиться сами, как торговать. То есть мы должны в первую очередь проверить, как вы будете работать с биржевым экспертом. Потому что мы ищем клиентов на долгосрочную работу. То есть можно так сказать, что мы с клиентами строим бизнес. Понимаете, да? Ну, конечно. Есть три варианта активации счета. Это 500 евро, 250 и 100. К сожалению, в самом начале не можем позволить вам заинвестировать большую сумму от 500 евро. Я хочу сандривестировать. Что еще раз? Как это слово? Сандривестировать. Сандривестировать. 300 тысяч рублей хочу сандривестировать. 300 тысяч рублей. Но, к сожалению, в самом начале не можем вам этого позволить. Потому что вы должны проверить в первую очередь для себя, как это для вас будет. Как вы будете сотрудничать. Возможно, вам не понравится. Но я уверен, что вам понравится. И мы с вами договоримся на первую выплату через неделю. Я понял. 30 процентов гарантированного дохода. Конечно. Я бы хотел думал, что 40 процентов будет. Но это все зависит от того, как мы будем работать с вами. Но до 37 процентов это ваш гарантированный доход. Конечно. За неделю мы не заработаем большой суммы. Но если, например, вы начнете от самой минимальной. То за неделю какие-то 20 евро заработать можно будет. Это неплохо. Неплохо, конечно. То есть вам нужно будет уделить этому 15-20 минут своего времени. Конечно. То есть для того, чтобы этим заниматься, много времени не нужно. 15-20 минут вашего времени. 2-3 раза в неделю. Хорошо. 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 Вы найдете такое время, чтобы заниматься? Да, ну что. О чем вы, друг? Конечно. Ну что вы? Время. Что такое время? Время это время. Время это деньги. Время деньги, да. Деньги. Денежное время. Скажите, а как вам удобнее было бы работать? Телефон от компьютера или может быть с планшета? Вот именно, что, друг, вот именно в основном вопросе. Как вот работать? Вакстанг говорит, не пересекайтесь просто и все. Понимаете? Как вам смысле? Да это я про Вакстанга. Там у нас с Гоги мы немножко там с Gogi там у нас сходил, короче, немножко. А Вакстанг говорит, да не пересекайся просто с Гоги и все. Понимаете? А я вам говорю, как же так как у Вакстанга с Гоги не пересекаться? Не знаю, как. Не понимаю я. Я вас понял. Скажите, Магомед. Конечно, но я не знаю, опять же я. Скажите, Магомед, с какой суммы вы хотели бы активировать свой счет? 300 тысяч рублей. Но я же вам уже говорил, что не можем позволить вам в самом начале, к сожалению, начать с такой большой суммы. Вы не можете позволить, у меня высшее техническое образование, я очень умный. Я понимаю. Магнитофончик можете потище сделать на заднем фоне? Чуть-чуть потище, очень громко магнитофончик играет. Да, конечно. Хорошо. Магомед, скажите, вам все было ясно из того, что я вам рассказал? Конечно ясно, но что вы, друг? Диржевая торговля, что, акции, шмакции. Покупаю, акции, шмакции, покупаю, продаю. Конечно. К регуляции. 300 тысяч рублей депозит буду делать. Но, к сожалению, повторяю вам, не можем позволить вам, потому что у вас нет опыта. Да нормально, не беспокойтесь. Нужно, чтобы вы научились. Я рискованный, я рискованный парничка. Мужичок уже. Мужичок рискованный. Я люблю риск. Я люблю такой, чтобы риск, чтобы вот так вот с риском было. Так вот рисковать. Рискованный. Рискованный я парень. Я бы сказал, рискун. Рискун даже. Вот и в Асанске тоже кивает. Давай, давай, рискуй, Магомед. В Асанске кивает мне уже. Я вас понял. Магомед, а в каком вы городе живете? В Вологде. Знаете такой город? Город такой, знаете, нет? Алло. Алло. Тарас. Алло. 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 Алло.